я согласен с коллегой в принципе потому что его анализ касается сказать грузии которую он знает не понаслышке но все-таки я считаю что и для армении и для грузии вот тот выбор о котором говорит коллега уважаемый гульбат я считаю что очень в себе несет очень большую проблему и опасность когда мы выбираем между плохим и более худшим вариантом потому что это так сказать негативная селекция внутри государства то есть через такие выборы мы в конечном итоге придем к тому что не из кого будет выбирать потому что два три раза такая негативная негативный процесс негативная ситуация выборов она приведет к тому что не останется людей в которых можно верить то есть в которых могут верить простые грузины паразит простые жители грузии простые жители армении вот мы двигаемся вот по этому пути и я считаю что мы должны все-таки бить в набат что вот мы братские народы и мы все таки должны понять что в конечном итоге завтра наши дети будут существовать жить на этой земле если мы сейчас не пойдем этим путем этой негативной селекцией потому что до существуют проблемы и так сказать властей и оппозиции но все-таки я думаю что вот в грузии оппозицию в ценностном отношении вот какие ценности она исповедует имеет проблемы с обществом я так считаю потому что когда в свое время вот проводили гейлоу так сказать закон в грузинском парламенте это показало что вот общество не было согласно с этим и последующие события показали что нельзя так подходить к традиционным обществом которые существуют тысячелетия тысячелетия эти ценности являлись единственным так сказать стержнем на котором стояло общество и грузинское и армянское невозможно все переиначить в этих странах но все-таки когда требуется что если у вас нету гей парадов значит нету демократии у вас но это подход который да может быть такой подход в каких-то странах европейских может и существует хотя даже в такой стране как польша она приводит к определенным негативным явлениям тем более у нас на кавказе в таких традиционных обществах где добро и зло в принципе люди понимают исходя из всего этого и так понимали и существовали наши общества в подсознании своем несут эту информацию что они существовали и будут существовать существовать когда будут опираться на именно те ценности которые выдержали или проверку временем да вы что думаете да очень интересный вопрос затронул господин хачатриан ну я не не хочу как бы но очень сильно выступить критиком своих властей как бы ну хотя у нас кавказская тут общество сегодня да тем не менее да но знаете в чем дело что это все верно и но наши власти лицемерят очень серьезно потому что этот эта проблема возникла весь не в этом году не прошлом году вот это ценностное навязывание этих антиценностей со стороны запада это существует уже давно 23 десятилетия мы это видим и всегда часть общества потом большая часть общества выступала против этого уже активно выступает общество не первый год а вот что сделала власть то есть тех людей которые вышли на улице большом количестве это было двадцать первом году вот три года назад и они сорвали там флаг так называемого лгбтс их офиса тут там были какие-то волнения на улице не относительно небольшие потасовки и вот из-за этого власти посадили 32 человека по моему сидят в тюрьмах до сих пор арестованы за те беспорядки как бы ну ничего там страшного не произошло никто не умер слава богу никто не был силу серьезно покалечен или ранен но тем не менее вот суды со всей строгостью еще какие по надуманным каким-то обстоятельствам дали им реальные сроки вот в этом понимаете противоречие если ты сама власть разделяешь те же самые ценности что и люди которые вышли на улице ты почему более строго по отношению к ним проводишь юридические меры чем обычно это было конечно политическая заказуха и американцы и европейцы через свои посольства они давили на нашу судебную власть они присутствовали на судебных заседаниях и требовали открыто что все организаторы должны быть арестованы и посажены в тюрьме а тогда у власти не возник протест что это вмешательство суверенные дела грузии нет они промолчали выполнили и все бы изменилось ну как все изменилось это для вида изменилось после там 22 23 годов когда но грузия стала серьезно зарабатывать на том что в россию транзиты и тут оттуда сюда но вся эта ситуация вы знаете в армении тоже ну пошли деньги из-за этой ситуации но это так зато серая зона так сказать с юридической точки зрения но реально зарабатываем хорошо глубок но это эта проблема которая решает политическую атмосферу в странах южного кавказа в частности армении ну это я говорю в порядке вещей что вот он что является причиной что является следствием дабы раз мы затронули эту тему что запад навязывает эти антиценности да и кто противостоит я говорю что после выборов это власть грузинская она собирается продолжить западный курс и поскольку ожидает завершенное завершение войны на украине и это власть говорит что нет мы прозападными остаемся мы тоже хотим евросоюз хотим в нато хотя на то они не часто уже употребляют но все это подразумевается поскольку у нас остается в конституции это запись что грузия должна стать членом нато и евросоюза это власть грузинская мечта записала в конституцию это саня поэтому я говорю что власти провели безответственные какие-то маневры запад уже не доверяет и не будет слушать того что грузинские власти будут продолжать западный курс вот что я хочу сказать а это уже имеет практическое значение для политики вы знаете я считаю что мы должны учитывать еще и то что это не только ценности о которых мы говорим это система ценностей вот коллега говорит что во время судов этих заседаний судов были представители западных стран которые требовали но все-таки мы должны учесть еще эту проблему которую никак никак нельзя отвести просто так что эта система ценностей которая навязывается этим обществом и армении и грузии а система должна быть одна если скажите еще как быть политиком вы знаете политики как таковы я считаю что не имеют просто право вычеркнуть из жизни обществ те ценности ту систему ценностей которая тысячелетиями это общество вело по политической истории то есть история это результат еще и этих ценностей этой системы ценностей и когда мы говорим что вот и в армении и в грузии так трудно мне сказать что вот европейские европейский путь грузии это объективный и оптимальный путь потому что главное для грузии для армении это наша возможность выживать то есть сама европа не в состоянии обеспечить себе безопасность она является так сказать частью системы безопасности америки то есть она получает эту безопасность от америки она фактически является пользователем и когда она будет передавать это либо в армению то есть армении или грузии это уже так сказать я думаю что и для армении и для грузии было бы больно и дальновидно вести переговоры заключить договора с америка америки